За прошедшую неделю на территории Нинецкого автономного округа зарегистрировано 108 происшествий. Из них 15 преступлений, 9 из которых раскрыто. Привлечено к ответственности 41 гражданин за распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. За неделю произошло 15 дорожно-транспортных происшествий, с причинением вреда здоровью не допущено. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В целях повышения эффективности деятельности по взысканию административных штрафов 28 октября проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Должник», в ходе которого проверено 100 должников, проведена 51 профилактическая беседа, выдано 59 квитанций для оплаты штрафов. Предоставлено 9 квитанций об оплате штрафа на сумму 4980 рублей. В целях профилактики и предупреждения преступлений против личности и имущества граждан в общественных местах, в том числе на улице с 28 по 30 октября, проводилось профилактическое мероприятие «Безопасный город». Нарушение общественного порядка не допущено. В целях выявления водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, 29 октября проведено специальное мероприятие «Нетрезвый водитель». В рамках мероприятия сотрудниками госавтоинспекции округа проверено более 330 единиц транспорта, выявлено 11 административных правонарушений. Также в мероприятии приняли участие члены общественного совета, которые проводили профилактические беседы с участниками дорожного движения и обращали внимание водителей на строгое и неукоснительное соблюдение правил дорожного движения, а также предупреждали об ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. В связи с изменением погодных условий и образованием гололеда на дорогах сотрудники отдела ГИБДД ОМВД России по Ненинскому автономному округу призывают водителей к соблюдению правил дорожного движения, скоростного режима, дистанции между автомобилями, проезда перекрестков и пешеходных переходов, а также водителям необходимо избегать резких маневров при управлении транспортным средством. Особое внимание необходимо обратить на безопасность детей на проезжей части и пешеходных переходах, для видимости ребенка на дороге родителям необходимо к одежде или к портфелю прикреплять световозвращающие значки-фликеры, которые можно приобрести в автомобильных магазинах. Кроме того, в целях предупреждения несчастных случаев, травм, связанных со сходом снега с крыш, полиция округа призывает граждан быть более внимательными и не парковать автомобили вблизи жилых домов и строений. Накануне в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что из комнаты общежития одного из учебных заведений Наринмара совершено хищение ноутбука. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска установлено, что кражу ноутбука совершил житель 1998 года рождения. Следователем следственного отдела ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом В частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. 28 октября текущего года в 5 часов 58 минут от инспектора Дорожно-патрульной службы отдела ГИБДД ОМВД России по Ненецкому автономному округу поступило сообщение в дежурную часть о том, что в магазине по улице Южная в городе Наринмаре задержан мужчина, который проник в магазин. На месте происшествия сотрудниками полиции установлена личность мужчины. Им оказался житель одного из населенных пунктов округа 89 года рождения. На месте происшествия эксперты изъяли следы рук из среды орудия взлома. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. 19 октября 2016 года в дежурную часть ОМВД России по Ненецкому автономному округу обратился гражданин с заявлением о хищении маломерной емкости объемом 1 кубический метр. Полицейский водитель патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Ненецкому автономному округу, старший сержант полиции Зыкин Сергей Михайлович раскрыл данное преступление. Полицейский, находясь на выходном дне, обратил внимание на подозрительных людей и имущество, находившееся при них, что и поспособствовало раскрытию преступления. В настоящее время дознавателям отдела по организации дознания возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража». За бдительность и профессионализм полицейский водитель патрульно-постовой службы полиции Управление ОМВД России по Ненецкому автономному округу, старший сержант полиции Зыкин Сергей Михайлович награжден почетной грамотой ОМВД России по НАО. 28 октября текущего года в средней общеобразовательной школе номер один города Наринмара с учащимися 11 класса проведено профориентационное мероприятие, направленное на поступление в высшие учебные заведения в системе МВД России. Старший инспектор по направлению профессиональной подготовки отдела по работе с личным составом ОМВД, младший лейтенант внутренней службы Евгений Михеев довел информацию о поступлении в Санкт-Петербургский университет МВД России. Полицейский рассказал старшеклассникам основные требования и нормативы, предъявляемые кандидатам на обучение в высшие учебные заведения в системе МВД. Также сотрудник полиции довел до ребят информацию о том, что поступивший в Университет МВД России назначается на должность курсанта и обеспечивается бесплатной форменной одеждой, питанием и денежным довольствием. А по завершению обучения на основании результатов государственной итоговой аттестации выдается диплом государственного образца о высшем профессиональном образовании и присваивается специальное звание лейтенант полиции. В завершении мероприятия ребятам продемонстрирован фильм о Санкт-Петербургском университете МВД России. По вопросам поступления в высшие учебные заведения, а также поступления на службы в органы внутренних дел, можно обратиться по адресу город Наринмар, улица Волучейского, дом 13, кабинет 117. Также позвонить по телефону 456-97. Это была программа 112 с обзором событий за прошедшую неделю. Будьте внимательны, берегите себя!